Есть фальсификации. Вчера, со стенок, принесли 500 рублей в наш депутат, и сказали, что прогрессовать за литерку. Она сказала, что все равно я за южный, а она сказала, что вообще не появляется. На Путовской живут мои родственники, которые сегодня их запугали, и сказали, что я за южный, вообще все равно. Вы говорите, это не фальсификация, это запугивание, подкуп, такие махинации, скажем так. Что конкретно здесь происходит для сегодня? Вот список, в депутации есть список. Миссионеры иногда, они в Сталинке забывают. Подходят, вот я проголосовала, типа, давай идем. В Водолевиче, там наш депутат, Сельского совета, наружу, когда 4 булки водки, они, без них, с Кашаном, они тут проголосовали, а там водки, и подают им по 4 булки водки. Но как конкретно они проголосовали, мы не знаем. Да, да, да. Ну, это видно, что люди пьют, которые, вот, мне прощают по лицу, что они не трезвые. Когда я ездил в магазин, там выдавали. После голосования, да? После голосования. Вот таких моментов, как два-три бюллетеня, например, кидаются в урну, такое было? Нет. Активность голосующих, в какой период времени была? Утром, вот сейчас днем? С утра. Ну, и сейчас есть люди, люди, как бы, есть, да. Вот у нас, да, сейчас вот 560 человек проголосовало. Ну, это много уже, эти части. У нас, вот, по улицам, соседи, как бы, активные. Нет. У нас много привозок, которые бы не шли бы, но есть много. Да, все по паспортам, скажем. Здесь таких нарушений будет нет. И, может, наблюдается, что уже по списку. Отметили, проголосовали и вышли там деньги выдают. Угу. А где там? Буклок улицы. На улице. На улице. На улице. На улице. На улице. Проголосуй за кого, я тебе дам 100 гривен. Кто, типа, гляди ты? Давай тысячу. Да? Саша. Да. Помоги туда, я тебе проголосовала, давайте тысячу. Вот здесь много.